Товарный ассортимент 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 Соответственно, происходит некоторый зонтичный подход. В рамках известной категории появляются другие виды товаров. Третья стратегия – это сокращение ассортимента. Как можно предположить, это означает уменьшение глубины путем исключения альтернативных вариантов товара, размеров, моделей. Таким образом, компания пытается управлять ассортиментом и поддерживать его границы, чтобы не появилось огромное количество разновидностей моделей одного и того же товара и у потребителя не было проблемы с выбором. И, наконец, четвертая стратегия – это сужение ассортимента, когда компания уменьшает его широту путем сокращения разновидностей товаров смежных товарных категорий. Например, производили гель для душа и пену для ванны, а выбирают только тот продукт, который продается лучше. При этом компании важно понимать, какие продуктовые линии стоит оставлять, какие продукты следует оставлять и поддерживать на рынке, а какие все-таки нуждаются в том, чтобы их сократили. Для этого существует несколько инструментов. В следующем разделе мы остановимся на основном, самым популярном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok